ВИЧ-положительный статус Не всегда все положительные результаты являются стопроцентным, что у данного пациента есть ВИЧ-инфекция. Есть ложноположительные результаты, например, у беременных женщин, у лиц, страдающих системными какими-то заболеваниями. В пожилом возрасте бывают тоже ложноположительные результаты. То есть при различных артрозах, сахарных диабетах, онкологических заболеваниях могут быть ложноположительные результаты на ВИЧ. И постановка диагноза ВИЧ – это все-таки комплексное обследование. И каждому человеку, у которого выявлены антитела к вирусу, мы не ставим диагноз ВИЧ-инфекции. Где-то в год у нас происходит снятие около пяти случаев снятия ВИЧ-инфекции, диагноза ВИЧ-инфекции. Для чего нужно проверяться на ВИЧ? Ведь болезнь неизлечимая. Раннее выявление нужно для того, чтобы, во-первых, человек будет знать свой статус. То есть он не будет являться источником для других. И второе – это не допустить прогрессирования заболевания вовремя. И вовремя начать получать специфические препараты, которые, в принципе, сейчас доступны. И тем самым быть трудоспособным и жить нормальной жизнью. Как можно жить нормальной жизнью с таким диагнозом? Ну, вообще любой диагноз. Будь то сахарный диабет, будь то бронхиальная астма, еще какое-то. Тем более такое заболевание, которое считается постыдным, очень сложно. И люди очень сложно адаптироваться к данному. Только уходит несколько лет, чтобы пациенту можно было адаптировать к диагнозу. Он вроде бы все понимает, совсем соглашается, но принять этот диагноз не может. Поэтому у нас в центре работают не только медицинские работники, но и психологи работают, чтобы помочь пациенту справиться с данным заболеванием, принять диагноз и садаптировать его на правильное дальнейшее наблюдение. Ведь иногда человеку, который инфицировался рано, выявлен, достаточно раз в полгода посетить специализированное учреждение, для того, чтобы сдать определенный объем анализов и все. А если человек уйдет в глубокое подполье, то он выйдет уже тогда, когда у него будут плохие анализы. Иногда медики просто будут поздно и не смогут его спасти. Что делать беременной, если у нее обнаружен ВИЧ? Ей не обязательно делать аборт, да, то есть это не медицинское показание к прерыванию беременности. Вообще женщина сейчас сама решает рожать или не рожать ребенка, да. Медики только могут ей советовать в какой-то ситуации. Но ВИЧ-инфекция – это не показание к прерыванию беременности. Опять же, во время беременности в родах и ребенку назначаются специализированные препараты. Очень важно соблюдение всех трех этапов. Только соблюдение всех трех этапов приведет к нам к рождению здорового ребеночка, да. А если хотя бы пропустится один этап, то риск рождения инфицированного ребенка увеличивается. Правда, что есть уголовная статья за умышленное заражение? В частности, это касается и детей, да, то есть когда мама умышленно не принимает препараты, которые не приводят к инфицированию ребенка, рождению здорового ребенка. В области было инициировано уже четыре случая данных уголовных процессов, когда ребенка просто изымали из семьи, а мама становилась уголовно ответственной. Какие лекарства положены ВИЧ-положительным бесплатно? Специализированное лечение. То есть это препараты, которые направлены на снижение размножения вируса, да. То есть какие-то витамины, еще какие-то, мы препараты эти не выдаем. Государство обеспечивает только специализированными препаратами, стоимость которой довольно высока, и пациенты сами не могут позволить. То есть всегда пациенты, ну, наверное, при первой, второй, третьей явке, то есть когда они задают данный вопрос, а сколько мне осталось ожить? То есть на данный вопрос мы ответить не можем, да, то есть у нас есть только ориентировочные данные, которые мы можем взять из общей статистики или нет, да. Я уже говорила, что если без лечения сроки жизни они оговариваются, то сейчас на фоне специализированного лечения пациент может жить достаточно жизнью столько, сколько ему полагается. То есть есть, например, за рубежом лица, которые 30 лет находятся на терапии. У нас самый старый пациент, это пациент, который зарегистрирован в 94-м году, он до сих пор жив, он получает лечение. Ну, например, мы уже говорили об этом, да, пациенты длительное время не наблюдаются. И приходят к нам уже, когда у них уже тяжелый иммунодефицит, да, то есть у них, например, клеточки очень низкие, их организм не может бороться, да, там у него много различных сопутствующих заболеваний. Вот такие пациенты, им дается временная группа инвалидности по решению медико-социальной комиссии, но она дается на один год, и каждый год переосвидетельствование идет. То есть, и, как правило, года через два, через три у пациентов группы снимаются, потому что у них восстанавливается их иммунная система. Если даже пациент, есть у нас такие пациенты, которые пишут отказы от наблюдения, да, и если он через пять лет придет, и у него будет плохое самочувствие, мы все равно его примем, то есть, как он бы и не был. Но желательно то, что было удостоверение личности, вот и все. Какие нужны документы для бесплатного лечения? Можно ли лечиться анонимно? Нет, анонимно мы лечить не можем, мы можем только обследовать анонимно. Отсутствие полиса не является основанием для отказа в оказании медицинской помощи в нашем учреждении. Для нас важен паспорт. 20 лет назад ВИЧ-инфекция казалась страшной болезнью, которая не может коснуться человека, ведущего нормальную жизнь. Сегодня этот вирус все реже сравнивают с чумой и связывают с обреченностью. Зато теперь он может поразить людей, живущих далеко не богемным образом. Берегите близких. Продолжение следует...